Сперва предлагаю посмеяться, потому что новость, которую сейчас зачитаю, она правда ржачная. В России возник большой дефицит инженеров, об этом поведал министр труда Котяков. Кстати, если кто не в курсе, вот так Котяков выглядит. Ну что тут скажешь. Типичный человек труда, тут даже спорить, я уверен, бесполезно. Продолжаем. Именно это обстоятельство, нехватка инженеров, напомню, не могло привести к росту средней продолжительности рабочей недели, заявил министр. Предприятия, имея большие объемы заказов, предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату работать дольше, ну или переходить на шестидневку, а что поделать, не спрашивайте меня, как одно с другим связано, я сам не вырубаюсь, потому что не хватает инженеров, начинаем работать по шесть дней в неделю. Ну где тут логика, хз, хотя мы же в России живем, где бал правят такие вот Котяковы. Почему хлеб дорожает? Да к небу-то недостаточно голубое, не привыкли еще разве. Это реальная журналистика. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоняйте. Мы сегодняшнего выпуска. Поехали! Видимо, по традиции уже опять начинаем с историй о немятежнике Пригожине, которому в прошлый раз, я вот рассказывал, вернули изъятую во время обыска в 24 июня черную кассу. Все до копейки, говорят, вернули, а там было 80 коробок с наличными, рублей, валюта, плюс золотые слитки. Не успел я, дух, перевести новый удивительный месседж. Прилетает на этот раз главному почитателю классической музыки на территории России и Белоруссии. Отдали еще и изъятое оружие. Три карабина, полуавтоматическая винтовка, несколько оружий и пистолетов, ну и, конечно, самые статусные предметы всей этой коллекции. Наградной ГЛОК, который Пригожин некоторое время назад получил из рук самого министра обороны России, генерала Шойгу. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая. Три куртки. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. Вот на этом наградном пистолете сейчас хочу акцентировать ваше внимание, если отбросить стеб в сторону. Подумалось вот о чем. А как так получилось, что министр обороны нашей страны вручает своему полевому командиру, своему, потому что войско этого полевого командира существовало, да продолжает существовать, за счет российских налогоплательщиков, не я, он и я придумал. Путин сказал, вот, дабы не быть голословным. Хочу отметить, и хочу, чтобы тоже мы все знали об этом. Содержание всей группы Вагнера полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Заметьте, не я это предложил. Ну, да мы отвлеклись, так вот, как такое получилось, что министр обороны Российской Федерации вручает своему полевому командиру, за успехи, видимо, наградной пистолет внимания иностранного производства. Вот это поворот! Ни Макаров, ни ТТ, ни Калашников, а ГЛОК. Ёпрсетэ. Да не вы ли, господа, с утра до вечера кричите о том, какие вы большие патриоты? Не вы ли, едва ли, не в режиме нон-стоп, заявляете о силе и мощи русского оружия, а призываете этим оружием гордиться, а на деле, что получается? Дарите друг другу импортные побрякушки, и ладно бы там на день рождения в качестве личного презента. В данном-то случае, насколько я понимаю, речь о государственной награде. Ух ты! Ещё раз, мы сюда приехали, мы хотим получить начальника генштаба и шайки. Пока их не будет, мы находимся здесь. Забежать. Опять ответились, дико извиняюсь, просто видео очень увлекательное, моментами, обожаю его пересматривать, так на чём мы остановились? А, вот, хочу сейчас обратиться к простым типа гражданам, дорогие ватники, дорогие пропагандисты и прочие халуи, ошибочно или лживо называющие себя патриотами, а вы? Не хотели бы вы задаться тем же самым вопросом «я всё про тот наградной глок», вы же так любите, верещать про любовь к родине, про это русское оружие, прославляя его у себя в телеграм-каналах, например, про русофобию, визжите где надо и где не надо, и даже про дискредитацию вооружённых сил нашей страны, ну и так далее и тому подобное. И почему я один-то сейчас данный вопрос поднимаю, озвучиваю, а вы отмалчиваетесь, или это другое? Или вы патриоты только когда надо, патриоты? Так это никакой не патриотизм, я вас расстрою. Продажность – да, халуйство – да, лизоблюдство – да, идиотизм – в конце концов. Выбирайте любой эпитет, оно вам больше подойдёт, не поганьте только своими гнилыми базарами и действиями. Цветы и всё ещё для многих россиян понятия и так, ведь уже столько всего обесценили. И это, кстати, сделали именно вы, псевдопатриоты. Не они, нет. В политике они свои проблемы решали, так всегда было, есть и будут, я всегда говорил, и не устану повторять, в политике порядочных людей практически не бывает. Здравствуйте, я могу письмо передать? Смотрите, я снимаю всё это, сейчас всё это в СМИ пойдёт. Красивая реакция, да? Просто на той стороне, там вообще им срога-настрога запретили, сказали, что кто примет документы, сразу туда поедет. Я только что пытался передать письмо министру обороны, письмо не принимают. Поэтому сейчас будем его публичить. И это текст договора, который я должен был ему передать с моими подписями. К сожалению, женщина перепугалась, у неё строгий запрет. Приехал с удостоверением героя России для того, чтобы не было вопросов, кто я такой. Конкретное вот тому подтверждение. Ну, пиарится, чувак. Зарабатывает себе политические очки, на что ты, видимо, всё ещё надеясь. Но даже он, несмотря на бесконечный шлейф грязи, который за ним тянется, так вот даже он вредит нашей родине меньше, чем маленький подлый продажный пропагандист. Чем купленный за три копейки халуй, чем глупец, живущий и думающий лозунгами из телевизора, хотя кому я это объясняю? Продолжаем. Кстати, весьма забавно, на фоне всего только что озвученного мною выглядят очередные бредни, рождённые моим любимым бредоносцем из Государственной Думы. Я про Журавлёва, конечно же. Есть там такой депутат, который сам себя назначил преемником жирика в должности придворного шута и активно играет роль заслуженного дурачка всея Руси. У них первый порно этот балаган открылся для зоофилов. Вы представляете, для зоофилов в Дании официально работает, можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. Чё они, идиоты вы, и они нас учат этому делу. Я хочу этому нацику, а мне наплевать сказать, мы все придём и всех вас убьём. Мой позывной, меня всегда звали депутат, но я вроде как и взял такое позывное, мне говорят, не-не, неудобно по рации общаться, поэтому я взял позывной. Потому что там депутат вы не один. Да, депутат далеко не один, но вопрос даже не в этом, а в том, что неудобно говорить. Надо очень коротко всегда говорить. Понятно. Так вот, Журавлёв тут разродился очередным идиотским перлом в СМИ, это почему-то назвали законодательной инициативой. Итак, общаясь на медне с пропагандистами из РИА Новости, депутат Неадекват призвал, внимание, сажать блогеров за рекламу товаров западных компаний. Прям так и сказал, мол, рекламируешь условную Кока-Колу, помогаешь врагу, а значит, статус сына агента на такого мерзавца нужно навесить и в тюрьму может быть даже... Цитата, пожалуйста, продукцию западных компаний, которые ушли из России, не пропагандировать надо, а наоборот, снабжать соответствующими антирекламными маркировками и расценивать её рекламу не иначе, как поддержку противника. Дядя Петя, ты дурак? Я вот просто, я вот таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы оставшиеся на голове дымом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Знаете, у меня примерно те же самые вопросы возникли, потому что я не вырубаюсь. Как депутат Журавлёв себе вообще всё это представляет? Россия практически на 100% зависит от импорта. Где-то частично, где-то полностью. За 25 лет стабильности у нас не появилось ни одного предприятия полного цикла. Программы импортозамечения, которые такие вот Журавлёвы, кстати, в ралли в течение 10 лет полностью провали, да даже в производстве продуктов питания. Какой-нибудь молочный завод возьмите, хлебопекарня, колбасный цех. Они все работают на импортном оборудовании. Упаковывают свою продукцию в иностранную упаковку или хритейлы, которые затем эти продукты реализуют. Так они имеют в составе акционеров, например, иностранцев. Некоторые вообще принадлежат зарубежным компаниям с потрохами. Автомобиль российского производства. Вы давно на дорогах видели. Кстати, каким смартфоном пользуетесь? А компьютером? А по какому телевизору на того Журавлёва-то смотрели? Да и сам депутат. Никто мне не напомнит, на каком мотоцикле-то по Москве рассекает и позирует. Кстати, в процессе фото этими завалены есть Рунет. А вот они, например... Ой-ой-ой, ну-ка, ну-ка. Мне кажется. Или вот этот вот логотип БМВ. БМВ, БМВ, БМВ. Это ж российский концерн, да? Производство у них, по-моему, в Мариэл находится. А головной офис в Вологодской области? Нет. Я к чему сегодня решил поговорить именно об этом. А дело в том, что обратил внимание, после 24 июня, ну, после Демарша, того лысого товарища, которого вначале добрым словом поминали. Так вот, обратил внимание, что после этого какая-то часть вчерашних вот наголовых граждан постепенно начала просыпаться и задавать, наконец, правильные вопросы. Так давайте поможем им прозреть. Давайте будем им рассказывать и показывать, что на самом деле представляют из себя упыри лжицы и проходимцы, которым они еще вчера верили. Ведь одно дело брехать в телевизоре, отрабатывая обедки, небрежно брошенные в корыто с барского стола и совсем другое. А прочим, предлагаю об этом поговорить уже в следующем выпуске. Время. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. Ну вот так Ютуб устроен. В соцсетях тоже жду. Напоминаю, во ВКонтакте, в Одноклассники через VPN. Остальные площадки без ограничений. В друзья добавляйте, с тем и предлагайте. Поднимем и обсудим. Пока-пока.